добрый день меня зовут дмитрий фёдоров я как это должность ну в общем я руководитель би в банке уралсип так скажем формально и звучит очень странно и непонятно 2018 года в банке уралсип было внедрено табло как режим self-service тысячи пользователей красиво бизнесово и в общем все были довольны до момента ну единственный наверное недостаток был в том что табло довольно жесткие ребята и с ними тяжело торговаться ну и практически невозможно то есть мы вот как уперлись тысячи пользователей и при попытках расшириться там вот все ходили речь о том что давайте вот мой фронт подключим не удавалось нас бить цену они были непреклонны а потом вообще ушли собственно это нас подтолкнуло какой-то момент нам сказали что ребята заканчивается лицензии а мы не можем вам продлиться извините и всего хорошего представителям по россии то есть прям вот как-то sales с аккаунтом с главным аккаунтом по россии списывались по моему 23 23 февраля у нас там была договоренность что они нам проведут а вот где-то сервера я 23 вам отгрузил там какие-то логи которые они запросили и и потом они просто перестали отвечать все вот как бы на нет они пару раз ответили что вот сейчас на согласование и мы с ним договаривались начале 20 что может быть мы законтракт законтрактуемся простите на три года и когда это началось мы попробовали бы хоть что ребята так что под трем годам они сказали что ну нет вот у нас что-то пока на согласовании с юридической службой ну в общем отмазались и потом просто перестали отвечать увы я не думаю что мы очень сильно подошли к вопросу мне кажется были люди более щепетильные ну или сказать менее уставшие от отечественного рынка бей на не в присутствии коллег из байконсалта будет сказано в целом ну собственно первое что пришло в голову видео вот тогда таланс это то что было на слуху и то о чем я знал потом был круг громого обзвон ведущих и написание писем самым топовым бьем который бы там предложили потом набежала куча людей сказали а вот у нас есть еще вот у нас есть еще и совершенно случайно но на самом деле случайно был найден на фоне по идее то есть как это поиски на тему трава откуда еще ушло того показалось что табло ушло из китая в двадцать первом году и как страны юар чем живут люди в этих странах и вот ответ find the eye ну и потом как-то понеслось поехала тем более что find the eye оказалась очень профессиональная поддержка то есть я скачался китайскую версию поставил ее не через 15 минут написали в отца дорогой поставил китайскую версию хочешь об этом поговорить искал у нас есть английская хочешь об этом поговорить искал да конечно хочу и как-то закрутилось и теперь у нас это по идее да собственно требования были очень простые как это сильной стороной нашего инсталляции того было то что мы очень скажем так экономно относились присутствует у нас был очень скромненький сервер на удивление всем то есть кому мы давали референсы и спрашивают его какой у вас мощности сервер а у нас 5 раз как-то больше а пользователей в 3 раза меньше но это сами сыграло высшую ну просто был большой опыт то есть было понятно сколько нужно железо на такое количество пользователей и все крутилось когда случилось то что случилось оказалось железа у нас не очень много ну например тоже визиологи какой бы она хорошей не было не потянет нужно для подобных кликоподобных решений стать новые аппаратные мощности что было весной этого года практически нереально поэтому основное требование было похожесть на того причем похожесть в аппаратной части второе требование это было как-то функциональная совместимость так скажем то есть то чтобы то что у нас был реализованных табло можно было принести файл потому что ну скажем так не все системы которые мы видели они бы позволяли это сделать напрямую то есть вопрос везде ну практически во всех на самом деле плане тоже там для 5 процентов бордов приходится делать некий workaround изгородить какой-то обходной путь и вопрос насколько эти обходные пути будут частыми и насколько они будут длинными то есть все-таки какая-то преемственность похожи с табло и в этом плане файл это же оказался хорош потому что по сути они его как это вытеснили с его помощью из китая табло то есть было были некие предпосылки к тому что файл бей может то что могло табло ну и третий параметр это чтобы он зашел людям потому что у нас все-таки сал сервис сал сервис это значит что вот есть банк есть куча подразделений есть какие-то аналитики которые сидят там в 15 городах работают над их задачами то есть используют я не как ну по сути как сервис как некий внутренний сервис и чтобы они смогли использовать этот сервис чтобы они на него посмотрели и у них там не стали волосы дыбом ну то есть чтобы он например не был на китайском языке потому что английским табло они мирились а вот так с китайским все прям как с опаской с опаской с опаской очень большой опаской смотрели но слава богу все пошло ну не могут жить от нас сильно сказано тут как бы идет дискуссия на тему того чтобы у нас сейчас не мишен критикал и некоторые люди говорят что давайте сделаем мишен критикал а некоторые говорят что ребята вы сейчас выходит из-за этого будет организационных проблем у нас безлимитка у нас безлимитка по всем по обоим измерениям то есть количество пользователей и по времени как-то нас так удачно по торговались в общем звезды сошлись и сейчас у нас нет ограничения на пользователей на активных пользователей у нас сейчас где-то ну вот опять же в районе тысячи уже подбирается но при этом как-то пассивные то есть пользователи которые подключили которые я надеюсь скоро времени станут активными их ну в общем должно быть около 2000 сейчас и я думаю что вот это некая целевая картина может быть две две с половиной тысячи банки то есть каждый четвертый сотрудник насколько они не могут этим поле как-то не могут без этого жить или могут слава богу не проверяли вот я надеюсь что в принципе смогут но это не помогает вот сколько у нас не есть функциональных бизнес подразделений то есть финансы и карты и розницы риски по поддержке бизнеса управления данными айти кто еще бывает все инфекционно-банковское обслуживание может какой-нибудь каких-нибудь отчетов по церна нет но там слишком большая специфика ну в смысле непробильным активом то есть в принципе мы у нас почти полный охват то есть весь 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 технически я руковожу неким центром компетенции центральным центром компетенции который расположен в блоке страт развития и службы управления данными поэтому мы иногда делаем отчетки для службы управления данными вот мои сотрудники иногда я иногда делаем какие-то отчетики для правления и используем используем свои ресурсы ну условно как не хочется хватить и побегать с нас чтобы где-то нужно либо красиво либо быстро либо где-то не хватает то мы там подливаем но в целом 95 ну то есть как это сейчас мы переносили на продакшен сервер 495 дашбордов было в банке из них на самом деле подготовленных моим подразделением около может 12 то есть вот такое соотношение все остальные это все делают бизнес на местах какие-то аналитики для своих задачи так что ну фактически это вот такой монога до 25 95 процентов софер нет на самом деле безумелька она сильно снимает барьеры то есть до этого у нас была с табло всегда вот это вот проблема чтобы создать новое подразделение говорил вот мы хотим тоже что-то публиковать свои данные пиаи и пишу окей тогда вам нужно заложить бюджет какую-то такую-то сумму на лицензии и половина разворачивался уходила потому что ну может быть не хотели связываться может быть это было заморочено может быть они не оценивали по ценности полутора отчетов какую-то такую сумму которая хотела табло за крейтеров и частично у некоторых не было их потребителей данных в системе сейчас мы можем добавить всех и принципе это вот прям увеличило поток на самом деле у нас сейчас активных пользователей на 20 процентов больше чем их было феврале месяц табло и пока тренд на то что это будет только расти скажем тут скорее тренд идет от разработчиков на самом деле потому что люди как не знали ну кто не знал он и не знал но людям именно людям поставщикам данных людям которым есть что сказать банку им удобнее использовать централизованную биосистему конечно же и поэтому сами разработчики не переползают там разделение которые вообще никогда не работали и так как переползают они и данные переползают я и соответственно пользователи тоже начинают приходить без это данным тут пока у нас основной драйвер культуры это именно аналитики разрабы сложности были со строками потому что такого негодяя ушли очень близко к концу нашей лицензии это был основной основной сложность то есть были приостановлены все новые разработки в банке по биаю там часть бизнеса панела панела и все равно перешла потому что им было сказано что сейчас отрубится из хорошего оказалось что если человек разобрался в табло от этих людей было много и бессов сервис то он довольно быстро схватывал файл там были некие трудности перехода ну там буквально пара моментов но буквально были общие у всех у всех разработчиков надо объяснить вот это ключевое отличие вот это ключевое отличие и он мог разрабатывать то есть принципе у нас какое-то время был прям ступор то есть мы запустили людей 29 апреля там где-то в мае у нас перенеслось 20 дешбордов а потом в июне прорвало прорвало начисто и там уже было по моему под 200 в конце июля то есть люди поняли что это они сложно не страшно и стали вполне себе как поделись за дело в итоге мы у нас на миграцию было где-то 200 дешбордов они 85 процентов из них были принесены как будто но там вот из оставшихся 15 часть решили вообще не переносить часть чуть-чуть застряла но потому что как раз были вот эти пять процентов портал для которых пришлось делать какой-то workaround то есть это был такой как это сказать не типичная не типичный дешборд с каким-нибудь обратным бодом у нас там был направить нас дейта большой красивый который пришлось редуцировать обратно дешбордов вот такие истории это было немножко грустно но в целом все удалось из глобальных проблем ну вот самая наверное основная именно проблема это как ни странно производительность то есть find by быстрый но он для своей быстроты нуждается в неком период переключения головного трапа то есть табло оно приучает к одним вещам а лучше от реализовывать по-другому сейчас как бы это сказать ну какие-то самое в самом пример самый простой оптимизации у тебя есть модель данных которые у тебя там не знаю 100 столбцов различных и когда ты в табло тянешь ее на визуализацию то ты в два книга оставляешь только те которые используются в плане для этого возможности нет ну по неким архитектурным причинам и нужно от разработчика некий дополнительный шаг чтобы после как-то не очень трудный создать вьюху которая будет ссылаться только на те нужные ему столбы с нужным уровнем агрегации это позволит сделать очень быстро дешборд но многие помендуя табло это сходу не делают и вот какие-то такие вещи надо прорабатывать внедряйте снять и тихо-тихо-тихо более-менее сейчас занимаемся до сих пор громаде планов было на двадцать второй год обе они были связаны в основном с развитием комьюнити то есть вот у нас есть куча бизнес-подразделений которых искусство которые делают не одинаковую работу но плюс минус одну и ту же есть много общего здесь много знаний которые они могут делиться друг с другом и была задача по развитию как раз вот это вот сообщество после деле вместе по знакомству все эти задачи соответственно с миграции уехали вот получается на двадцать третий год и как ни странно нам память и помог то есть при переносе у людей все равно возникали проблемы у нас сформировалась почти сама я чуть-чуть положил к этому комьюнити когда люди просто задавали вопросы друг другу сами на них отвечали и наконец-то на них отвечал не я не мои сотрудники а уже бизнеса между собой то есть это вот валилуйя произошло благодаря миграции и развитие направления то есть основной план пока на двадцать третий год то есть наталья и уже социальные металл технические проставлены тем более что фанга и он к этому располагает немножечко это раз по ходу мобильного с мобильным все не так просто потому что сейчас у всех ну что предыстория того мы использовали мобильное приложение но использовали мы его очень очень ограничено потому что она пройдет кому не нравилось причем что мобильное приложение табло не самое лучшее мобильное приложение из тех которые я видел у пойми мобильное приложение на вид очень симпатичная мы попробовали с ним предварительно поиграться вот прям с насколько натянуть наши победные правила на него не вышло ну благо с табло вообще чуть ли не год разбирались как его нормально защитить и пока эта история отложена на отложена следующий год потому что общая тенденция что сейчас банк пустой вот эти живописи никого нет ну или есть десяток людей то есть когда мы внедряли табло мы говорили что ребята вот вы собираетесь направлением сидите в большом зале и каждый может мобильно посмотреть нужную музыку а сейчас никто не собирается направлении сидят дома перед компьютером и на компьютере вы эту цифру так видите поэтому просто задача деприоритизирована и сейчас у нас тут есть как это целая стопка внутренних задач в том числе под новый год в том числе например с техническим аудитом самого find.di непрорывным табло мы жили снимаю кучу 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 метрик например мы группировали сессии мы сделали среднюю длительность я мог сказать сколько у меня в среднем какое подразделение банка проводит табло в неделю вот сейчас скоро я смогу искать пиаре но я уже могу но пока это срабатываю вот мы пока над такими вещами на москаре стреливаемся а мобилка где-то в будущем я надеюсь когда-то будет у меня есть хорошие ожидания из них но пока нет китайцы очень как-то затащивают все свое на мобильное устройство и как я почитал про фанга и что это чуть ли не основной тренд что что они рассматривают мобильный фанга и возможно важнее чем на компьютере очень интересно и мы обязательно посмотрим ну в будущем ну там есть историк была некая историческая подопределенность табло в банке стартовала вместе с центральным хранилищем данных и на тот момент центральное хранилище было маленькое и неполное и большинство отчета встроилась вот на каких-то локальных и на самом деле не очень быстро были поэтому исторически у нас табло было в экстракте потому что лайвом ну можно какую-то липкую беды немножечко немножко пошатнуть и здоровьем скажем а вот сейчас у нас идет некий глобальный пересмотр то есть у нас доля лайва в табло было процентов 5 сейчас у нас в файне процентов 20 так вот пока ориентировочно точных цифр нет то есть мы используем на мощном красивом центральном принятии данных мы строим отчеты вживую но это скорее не культурный не культурность их это сбит вот чисто сказать и конъюнктурный то есть тогда было так сейчас иначе и переносим можно смотреть такой вариант плюс у файна разные как это чуть-чуть разные возможности для лайва и для экстракта то что мы знаем в частности там есть лога но это не только в лайве и но при этом прошу прощения у меня что-то низкий уровень заряда но при этом там чуть-чуть ограничено возможности для джойна для кросс-жойна и различных таблец поэтому это скорее пляшем от задачи и фактически у нас сейчас вот это выросло но не поменялось то есть лайк не стал важнее не там пичи есть ну у меня как-то с моей колокольной пичи немножко такие не разработчики мне очень нравится много администраторских пич ну то есть например то что я про всем бегаю рассказываю про то что файм можно зашить штатку штатку компания по сути штатку всего банка и мы раздаем доступы не на какие-то абстрактные группы плоские а на прям иерархическую штатную структуру и это по моему огромный шаг то есть у нас как-то хаос с доступами побежден это прекрасно из фич разработческих файня дайте подумать ну во первых дуалексис то есть просто вот это вот как ночной кошмар любого талошника все дуалексис больше нет ребята вот если вы работаете дуалексис больше все вы можете сделать три разных виза на одном графике господи это одно это чего стоит из классных фич иерархических это тоже очень сильно экономит время нету пользоваться и монахам не производительность это у нас сейчас практически где используются там даже возможно когда не очень надо из рлс господи как файл нереализован рлс это очень тоже очень рекомендую то есть идея что у вас есть некая центральная таблица со свойствами пользователя и вы можете залинковать ее на вашу таблицу данных вытаскивать или там через параметр вытаскивать любое подразделение ну то есть как например типичная задача вам нужно оставлять столько строки которые соответствуют можно даже не подразумевать полу пользователя вот мальчики и девочки и вам нужно для мальчиков показать только девочек другое как вы будете это делать у меня просто централизованная таблица которая доступна всем в котором перечислены все параметры пользователя я вношу пол из этой таблицы в фильтр назначаю одной галочкой подтягивать текущее состояние ну там называют текущими пользователя но неважно меня туда сразу подтягивать мальчиков и девочек я потом могу это использовать как параметр приобработать ну то есть немножко надуманный пример но тем не менее он вот парадигму этого рлс сильно сбегает ролл и лоскьюрити как-то реализована таблою ролл и лоскьюрити как-то реализована файл это два разных совершенно подхода и файл мне нравится гораздо больше что еще файне симпатичные реализованные группы я тут недавно вернулся на чуть-чуть что-то работы с паблик табло господи господи как вам у бога сделаны группы и зачем вы так делаете и делать так больше это уже ах файл нормально ну вот какие-то такие мелочи понятно что и скорее всего минусы но они вполне себе уравновешиваются